Мы шли к этому выпуску полгода. Как думаете, почему так долго? Во-первых, потому что мы ко всем выпускам так долго идем уже, кажется. Но в этот раз, потому что нам нужно было посмотреть все фильмы студии А24. Мы смотрели их в самолетах, в такси, на тренировках. Я посмотрела примерно в трех странах их. А можем посмотреть Агнц? Это фолк-хоррор про супругу фермеров, в хлеву которых рождается девочка-овечка. Тело человече, голова овенья. Мы смотрели, знаете, и гениальное, типа скороносного там лунного света, или все везде и сразу. Мы смотрели очень странное артхаусное, типа, фильм с Дэниелом Рэдклиффом, который играет труп, и его эрекция там работает как космос, компас. Как космос, как компас. Его эрекция работает как космос. Просто в этом фильме Дэниел Рэдклифф играет труп, у которого эрекция работает как компас. А еще между этим всем он пердит, то есть там как бы, да. И мы еще посмотрели миллион всего, что даже не стало популярным, потому что это вообще полный кринж. Британский комедийный хоррор талантливого стилиста-гипнотизера. Покажи, так не может быть написано. Британский комедийный хоррор талантливого стилиста-гипнотизера. Стилизация поджало. Ну и, конечно, есть фильмы, о которых вы точно слышали. Или, например, сериал, о которых вы точно слышали. Это Эйфория. И почему мы решили вообще декодить именно студию А24? Потому что сейчас в современном кинематографе очень много фильмов, бесконечных трансформеров, форсажей. И А24 стали студией, которая дает деньги на независимое авторское кино, открывает режиссеров ноунеймов и как будто чуть-чуть меняет вообще киноиндустрию. Вот. Да, это было все так, ровно вот до новости, которая совсем недавно появилась. А именно, студия А24 расширяет свой репертуар и готовится выпускать не только независимое кино, но и экшены, и фильмы по большим франшизам. Ну, это хорошо, когда съемочный план меняется в последний момент, потому что задача нашего выпуска сейчас рассказать вам, стоит ли вообще внимание все фильмы, которые наснимали А24, какие нужно посмотреть, что значат фильмы А24 для нашего поколения, и что они вообще, в принципе, значат, потому что половину из них я так и не поняла, и сделали ли они революцию в кино. Поэтому с вами Таня Старикова, Даня Трабун и Декодрес. Погнали. Как ты придумал! Какой ход! Боже, мы посмотрели. У меня в табличке примерно 144 фильма, что-то такое. Да-да-да. В голове просто бедлам, там все орет. Что ты последнее смотрел? Последнее пересматривал Монлайт и Минори, да, кажется, про Корею. А ты пометил в табличке что-то? Я пометил. Да-да. Ну, слушай, я в какой-то момент понял, что вот мы смотрим, знаешь, вот эти вот интервью на три часа на Ютубе. Ну, вот люди в течение недели смотрят кучу фигни на Ютубе. Я смотрел, ну, вот мы в последнее время смотрели фильмы, и я понял, насколько меняется сознание, когда ты в день смотришь по три фильма. Короче, весь вот этот арт-хаус, он у меня так не укладывался раньше в голове, а я сейчас прям такая, вау, просто человек в костюме простыни, значит, в привидении ходит два часа. И там, например, девушка в этом фильме, обалденный фильм, девушка в этом фильме пять минут ела пирог. Это была не самая сильная часть его фильма. Я клянусь, нет, она страдала в этот момент, и ты видел, как постепенно к ней подкатывают слезы. И просто она пять минут ест этот гребаный пирог, я на скорости два перематываю, а это не заканчивается. И меня это раздражало очень долго. Ну, типа, эти гребаные метафоры, я ничего не понимаю, и я постепенно так в это во все вникла, мне так это все понравилось, и мозг начал очень иначе размышлять. Мне очень странные стали сниться интересные сны, приходят в голову какие-то новые совершенно идеи, ты можешь соединять разные образы в один. Это так расширяет креативность. Я вот так скажу, серьезно, перестаньте все смотреть YouTube, смотрите дофига фильмов каждый день, вы охренеете, вы поменяетесь вообще полностью. Короче, восхищает то, как люди придумывали вот эти все идеи, потому что очень часто кажется, особенно в современном кинематографе, что люди снимают просто для того, чтобы что-то показать в кинотеатрах. Или чтобы заработать с этого денег. А вот в фильмах независимых, и в частности вот то, что делает А24 в киностудии, они как раз хотят высказаться. У них есть мысль, которая вот у режиссера, у сценариста кипела долго, и вот он хочет ее рассказать. Вот сейчас, когда ты смотришь фильмы, и фильмы, которые все смотрят, это обязательно блокбастер, у него обязательно очень простая структура. Да, и это уже даже раздражает, главный конфликт в середине. Да-да-да, главный конфликт, ты сразу все понимаешь, тут ты не понимаешь нифига. И ты не понимаешь иногда до самого конца, и потом еще в конце тебе такое, ну, все будет по-другому. И поэтому хочется разобрать, как вообще получилось так, что есть какая-то киностудия, которая готова давать деньги на продакшн таких странных фильмов. Они не собирают невероятные кассовые сборы. Некоторые собирают, но это как будто скорее все еще исключение из правил. Да, но ты знаешь, это тоже интересно, потому что сначала они были той самой студией, которая делает странные фильмы. А последнее время это какая-то студия, которая реально начинает собирать этими странными фильмами кассу. Да, но «Все страхи бо» стоил, типа, по-моему, 60 миллионов, а собрал в три раза меньше. Да, они такие, все везде и сразу у нас получился, сейчас будут «Все страхи бо», и вообще мы будем как бы в шоколаде. Очень дорогой фильм, и ты прям понимаешь, что это просто, я каждый цент увидела потраченный в этом фильме. Очень дорогой, очень длинный, очень авторский, и на самом деле не очень зрительский. И да, и шесть раз можно уйти из кинотеатра. Но тем не менее, я просто даже дома выключала раз шесть его. Но тем не менее, они находят время, деньги режиссеров, сценаристов, которые делают вот такие крутые штуки. Поэтому хочется разобраться, как в нашем веке капитализма такие люди есть. Поэтому давай расскажем вообще про то, как эта студия появилась. Погнали. Представься, 2012 год. Компания друзей просто едет по шоссе в Италии, с юга Италии в Рим. И один из них, Дэниел Кац, сидит такой, значит, смотрит в окно и думает, какой ему бизнес замучить. И вот он, твоего друга, Дэниел, Дэвид и Джон, получается, трое основателей киностудии. Они все работали до этого в киноиндустрии, кто где. И они решают уволиться и основать вместе компанию, чтобы заниматься дистрибуцией вот как раз таких необычных всяких авторских классных фильмов, которые обычно никому не нужны. И, во-первых, что такое дистрибуция, думала я, пока мы писали этот сценарий, это когда ты берешь готовый фильм, то есть он уже отснят, он уже классный. Ты его посмотрел, и ты его покупаешь, чтобы потом делать трейлер для него, афиши, заниматься кинопрокатом, типа в каких студиях. Мерчуху. Да-да-да, короче, промоушен, чтобы он показался в разных кинотеатрах, или если он там совсем авторский, то на каких-то фестивалях или что-то еще. Короче, занимаешься его дистрибуцией. И они, то есть, сначала не снимали фильмы сами, просто дистрибутировали, так это называется. Ну и, собственно, они сняли офис где-то там в Манхэттене, говорят, очень хаотичный, очень такой сумбурный, и основали свою киностудию, которую назвали по имени того шоссе, где ехал в Италии Дэниел Кац, когда все это придумал, А24. Кайф. Что они делают потом? Они приезжают на кинофестиваль в Торонто, чтобы выбрать свой первый фильм. И фильм, который они выбирают, называется «Место под соснами», там играет Райан Гослинг, это стопроцентный успех. Но, как говорится, за «Место под соснами» тоже нужно повоевать. Сто процентов. И дистрибьютор, который у них работает в компании, Ноа Сака, говорит, что это был очень важный для него момент. И, как это бывает с некоторыми важными моментами, они этот фильм не получают. И, как говорит Ноа Сака, для него потерять этот фильм было, как спрыгнуть с моста. Ну, круто, что они не отчаялись в этот момент, потому что вот на этом этапе уже можно было... Ну и ладно, не пошло. Они не отчаялись, выбрали другой фильм. Первый их фильм был, назывался «Умопомрачительные фантазии Чарли Суона Третьего». Чувствуете потенциал? Чувствуете, насколько профессиональная компания, чтобы выбрать своим первым фильмом тот, название которого никто не запомнит никогда в жизни? Возможно, вы не слышали про этот фильм, потому что, честно говоря, отстой полный. И это общепризнанный факт. И провал. Они признали это сами. Это правда. Ой, а это же еще... Билл Мюррей. Билл Мюррей там. Это суперзвездный состав. Здесь дофига звезд, и при этом это говно, а не фильм. Какой фильм. Но знаешь что? Вот серьезно, я вот по этому фильму понял, что очень многое из вселенной А24 это реально как тусовка. То есть я вот смотрел этот фильм не в смысле хорошего фильма, а именно бенефисы многих актеров. Про что я думала? Что? Да-да. Вот когда я смотрела самые-самые первые фильмы А24, что появились какие-то типы. Просто мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки, да? И они такие открывают свою компанию по дистрибуции, и в их фильмах уже вот эти вот все Биллы Мюррей, Эмма Уотсон, Скоппола снимает, Роберт Паттинсон, Дэнни Вильнев, Перис Хилтон там просто чисто в камео, и можете снимать в моей гардеробной. Короче, насколько тесен Голливуд. Но зато как бы начало было положено, и они нашли следующий фильм, все еще не сдаваясь, «Отвязные каникулы», «The Spring Breakers». И я обожаю, как они боролись за него. То есть, прикиньте, у них уже как бы два провала, и Ноосако, вот тот же самый, который, собственно, занимается выбором фильмов, он должен уговорить продюсера, «Отдайте этот фильм на дистрибуцию нам». И он сам вылетает на самолете к ней с коробкой, в которой лежит стеклянный бонг, сделанный в виде автомата, просто запечатанный в картонную коробку. В аэропорту, ну, охрана долго на него смотрела и просила это еще раз просветить, потому что «What the fuck?». И он такой, пожалуйста, это артпис, мне очень надо, пропустите меня. И он таки долетел до нее, подарил ей, значит, вот эту вот странную вещь, но она... Почему был такой бонг-автомат? Потому что это как бы отражает фильм. И он ей таким образом говорил, мы чувствуем фильм, мы шарим, у нас есть чувство юмора, мы знаем, как работать. Типа, выберите нас, потому что мы странные тоже, мы понимаем... Да, 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 потому что фильм «Отвязанные каникулы» снят Хармони Корином, таким суперинди-режиссером, который до этого снял «Детки», который как раз по всем вот этим темам, которые можно увидеть в бонге в виде автомата, просто специалист. Да, и этот фильм достался им, и он стал первым хитом в студии А24. Да, и он стал не просто так первым хитом в студии А24. На самом деле, что со студией А24 интересно, что они часто очень... Ну, мы еще об этом поговорим, они часто берут известных актеров в необычных обстоятельствах, в необычных ролях. Но их первый фильм, это была вот прям такая квинтэссенция тоже этой идеи, потому что в главных ролях таких отвязных девчонок были бывшие диснеевские принцессы. Это Селена Гомес из «Волшебников» из «Вейверли Плейс» и Ванесса Энн Хаджинс из «Классного мюзикла». То есть это абсолютно нетипичные для них роли. Да, они там в бикини, их в тюрьму сажают, они вообще, ну, там отлет, отвязные каникулы, собственно. Да, ну, то есть вообще, если, ну, как бы этого жанра отдыха в России нет, спринт-брейк, а в США есть. Ну, а как же нашествие? Ну, это типа как нашествие, только очень яркие цвета. И они очень классно придумали релизить этот фильм на MTV, и сайт вообще упал от трафика, потому что все очень хотели посмотреть на Селена Гомес в бикини. Я их понимаю. Они, конечно, тогда разошлись по маркетингу, они сделали фотографию. Ну, так, калаш. Калаш, да, со всеми героями фильма в стиле «Тайные вечери». И это на самом деле очень прикольно, что он тогда собрал, во-первых, вспомним, в Фейсбуке собрал 20 тысяч лайков. Самое главное, что бюджет этого всего был 5 миллионов долларов, а собрали они 32. Победители? Да, да, конечно. И потом на волне вот этого успеха, потому что все начали обсуждать спринт-брейкерс, они получили в дистрибуцию несколько прям классных фильмов, которые прямо смело можно посмотреть. «Побудь в моей шкуре» со Скарлетт Йоханссон. Это великий фильм этого Джонатана Глейзера. Угу. Это страшный фильм сразу, а это вот немножечко про то, куда пошла А24 сразу. Это, ну, такой типа хоррор, но не хоррор. Вот. Но когда вот этот фильм посмотрел Дэнни Вильнёв, он такой, эти парни что-то знают. А он тогда работал над фильмом «Враг», и он отдал А24 его в дистрибуцию. И я посмотрела его, он крайне weird. Там Джейк Джилленхолл играет двух себя. И в конце это все превращается в какое-то супер метафоричное, там просто все женщины, пауки и вот это вот все. Но Дэнни Вильнёв теперь снимает вторую дюну, поэтому кто мы такие, чтобы его судить. Но у них было несколько прямо классных, общепризнанно классных фильмов, вот прям подряд. Экс Макина из «Машины», он переведен просто супер. Эми, про Эми Уайнхаус, документалка, которая взяла «Оскар». Да, ее, кстати, вот очень многие фильмы, о которых мы говорим, их в России не очень сильно прокатывали. Эми прокатывали хорошо, причем несколько раз. Да, Экс Макина взяли «Оскар». Экс Макина, да. И комната, ужастик про девушку, которую взяли в плен, и она живет очень долго в подвале у маньяка и воспитывает уже там сына, который как бы никогда не видел белый свет, «Оскар». Друзья, рецепт идеального вечера, если у вас есть компания, в которой можно поржать. Короче, история такая. Однажды был снят фильм, который называется «Комната». Кстати, его тоже можно посмотреть. Я советую посмотреть сначала фильм «Комната», а потом посмотреть фильм «Горе-творец». Итак, фильм «Комната» — это просто, просто, это прямо очень плохо. Этот фильм входит в рейтинг самых худших фильмов человечества официально. Ну, это прямо общепризнанный факт. Его снимал очень странный мужчина. И, во-первых, это уже достаточно филигранно, чтобы смотреть это в компании людей, которые могут поржать. Это два часа потрясающей жизни. А после этого, представляете, люди... Можно еще одну деталь скажу? Да. Самое классное в комнате, что он настолько не собранный вообще по всему, по планам, по сюжетам и так далее, что в целом эти два часа можно отходить, поболтать, попить вина. Можно что угодно делать. Несколько, там, что-то десятилетий спустя, парочку, Джеймс Франко и компания решают переснять полностью этот ужасный фильм самостоятельно, заново, еще раз. И снимать, как это все происходит. Джеймс Франко играет главного героя, который, собственно, режиссировал и играл главную роль вот в этом безумии под названием «Комната». И они реально все собрались, нашли бабки для того, чтобы снимать его еще раз. Это как бы... Это художественный фильм о том, как снимает... Ну, основанный на этих реальных событиях. Максимально старательно воссозданное все вообще. В том числе, Джеймс Франко играет одну из тех удивительных ролей, которые ему идет, где он играет вот этого горе-творца. Какая там реплика? Вайлайн. Я ее не бил, это неправда, чушь собачья, я ее не бил, не бил, о, привет, Марк. О, привет, Марк. Я клянусь, это в фильме же так? Да, так и есть, идеально. Вайлайн. Он на Харламова похож. Какая ли... Какая... Вайлайн. Блин, просто, ты понимаешь, они пытаются порефлексировать о том, почему так плохо. Я ее не бил, я... Ладно, ладно. Рефлика... А не хором. Ну, то есть, кадр очень плохой получился, и они рефлексируют. Почему? Может быть, это просто был шестидесятый дубль, и всем надоело? Я ее не бил, это неправда. Что за дерьмо, я ее не бил, не бил. Привет, Марк. О, hi, Марк. Это восхитительно плохо. Да, еще Голливуд всегда кажется таким гениальным. И профессиональным. А тут? Типа такие, блин, нет, ну, иногда это прям очень плохо. Кстати, надо сказать, что Александр Невский. Это тоже немножко... Да, вот, вот. Это Горе-творец, вот это вот он. Да, да, да. Это прям этот человек. Это Александр Невский. А The Spring Breakers, это папиной дочки. Ну, типа, прикинь, пуговка в бикини. Хераши с наркомами. Я с чьей-нибудь жопы. Это мы все смотрели. А как вам тот факт, что есть фильм Марсель, ракушка в ботинках? Знаете про кого? Ракушку. Ракушку. И здесь куча людей из SNL. То есть здесь куча комиков, их друзей все это озвучили. Это очередной пример того, как А24 очень про эмпатию и доброту. На самом деле, не очень много сегодня фильмов, вот если говорить про франшизы и так далее, вот которые вот прям про добро. А это, вот знаешь, ты смотришь и думаешь, о, боже мой. Но, честно говоря, А24 не были первыми новаторами. Ну, например, была такая студия Миромакс, основанная братьями Вайнштейн, задачей которой была точно так же распространять и даже создавать независимое кино. Ну, вы совершенно точно знаете фильмы Миромакс «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Амели», «Умница Уилл Хантинг». И единственная проблема Миромакса, которая у них случилась, это то, что им постоянно не хватало денег. И поэтому они решили продаться Диснею. И, с одной стороны, это принесло деньги, с другой стороны, еще это принесло ограничения сверху. И, например, Дисней считал, что фильм «Властелин колец» обречен на провал в прокате, поэтому выделили очень ограниченный бюджет на этот фильм. И Миромаксу приходилось думать, как сделать не трилогию, а единый фильм из всей этой истории. Это как бы невозможно, поэтому все начали ругаться. Вайнштейн вообще, говорят, один из прототипов орка в «Властелине колец», потому что очень неприятно было вести с ним переговоры. И активность Миромакс со временем падала, опять начались разговоры о финансовых проблемах, а братья Вайнштейна вообще ушли из компании. Ну и дальнейшую судьбу их мы знаем. Харви отбывает 23-летний срок за сексуальное насилие, а его брат продолжает снимать кино как продюсер. Но Миромакс все чаще появляется в новостях в судебной хронике, кто еще подал на них в суд, за что. Они подали в суд на Квентина Тарантино за то, что он использует материал из криминального чтива как NFT-токен. А на Миромакс подала в суд актриса Джулия Ормонт. Ну и А24 пока продаваться не хотят. Предложения были. Apple хотел купить их за сумму там от 2,5 до 3 миллиардов рублей. Конечно же. Тенге, блядь. Но А24 пока продаваться не хотят. При том, что предложения были. Apple хотели купить за сумму от 2,5 до 3 миллиардов долларов. Но сделка так и не состоялась. Кто еще есть из таких независимых студий? Ну, например, в 2017 году появилась компания Neon. Это «Тоня против всех», «Паразиты», «Самый худший человек на свете» и «Спенсер». И эта компания на самом деле в чем-то похожа на А24. Они даже хантят специалистов из студии. Например, для нового фильма «Феррари» Neon наняли бывших руководителей отдела маркетинга А24. Александру Альтшулер и Дона Уилкокса. Это те самые ребята, которые работали над маркетингом во «Все, везде и сразу» и «Ките». Но мы еще обсудим, почему именно маркетологов А24 Neons хантили. А еще надо сказать, что один из основателей, не он, раньше работал в «Миромаксе» у Харви Вайнштейна. Короче, все связано. Да и задача, по сути, была с самого начала такой. Они выбирали фильм, который им нравится, и только потом думали о том, как коммерчески его продвигать. По сути, они щупали почву. И первые четыре года они рассматривали весь рынок. И только через четыре решили издать свой собственный фильм. Это был «Мунлайт» — «Лунный свет». Основой этого фильма стала неопубликованная биографическая пьеса. В «Лунном свете» черные мальчики выглядят синими. С «Лунным светом» у меня такая история. До «Лунного света», обычно, когда я смотрел фильмы, связанные с афроамериканской культурой, это были или очень активистские фильмы, типа, например, фильмов Спайка Ли, или какие-то фильмы, которые называют черными комедиями, типа «Не грози южному централу». И никогда не подумал бы, что есть какая-то такая мощная, сложная история, эмоциональная, которая мне бы сильно отозвалась, про мальчика, который растет в гетто, и которая гораздо глубже, чем то, что я видел раньше. Такие фильмы А24. Одну из ролей сыграл Махершала Али. И он был первым мусульманином, который получил Оскара. Кстати, помните тот Оскар? Та церемония добавила фильму еще славы, потому что, если вы помните, там сначала дали Оскар Лава Ленду, а потом оказалось, что это ошибка, и в конце концов это «Лудный свет» получил Оскар. Потом еще много чего выходило. «Убийство священного оленя», «Леди Бёрд», «Реинкарнация». И потом вышел сериал «Эйфория». Итак, мы выяснили, что Даня Трабун ни разу не смотрел сериал «Эйфория». Поэтому погнали. Поломалось. Очень много сериалов, но «Эйфория» вот такая вот. Это как будто бы клипы Фионы Эппл, которые снимал Пол Томас Андерсон. Да. И операторы, которые там работают, просто гениальные люди. И операторы-постановщики, потому что они так выверяют кадры, что выходят из одной комнаты, заходят в другую. Там уже другой год, другое время. И вот это вот все они снимают реально вот одним кадром. Очень красиво. Да, да. Про романтизацию, значит, наркотиков. В смысле, я что должен доказать? Ладно, я попробую доказать. Сделай вывод. Я попытаюсь сделать вывод. Достаточно ли это романтизация? По-моему, самое что нахрен не наесть вообще. Ну, это очень красиво. И это, конечно, романтизация. Ты знаешь, какая еще романтизация? Вообще, романтизация андердогов. Вот то, что она с самого детства. Ее пичкают таблетками. Ну, она релэйтабл, типа. Да, и типа, и вот, ну, это как бы еще и оправдание, понимаешь? Что, ну, как бы, ну, а что, блин, делать еще? И это, ну, странно. Я как будто бы, у меня возникают вопросики. Такая подростковая черта, да? Не хотеть выглядеть как идиот. И из-за этого, ну, не знаю, глупостей. Просто музыка, конечно, здесь. Музыка просто гениальная. Я потом скачала саундтрек и просто ходила под него дома. Вот, короче, эта сцена вернула песню Stand By Me. Ага. Сейчас все ее все время отовсюду поют. Это еще одна героиня фильма, Зиндейна, подружка детства, которая суперправильная, хорошая такая старство. И она задружилась с героем Ангуса Клауда, который, ну, наркодилер. Окей. А, правда, что, вот я что знаю про эйфорию, что он, что его образ, типа, списан с Мака Миллера? Ты знаешь, он и внешне на него похож. Окей. И так очень грустно получилось, что он и жизнь его повторил, точнее, смерть. Уход из жизни, ага, окей. И к большому горю случилось так, что у него не стало папы, который для него был очень близким человеком. И он через буквально, там, типа, пару недель после этого, ну, в общем, передос там какой-то случился у него. И это очень грустно, потому что, судя по воспоминаниям ребят, которые вот с ним работали, и Зиндей, в частности, он очень светлый мальчик. Как и Мак Миллер. Жесть. И в комментариях там очень я видела много, что, типа, блин, я так надеялась, что он когда-нибудь сыграет Мак Миллера в каком-нибудь фильме про Мак Миллера. Это одна из самых крутых серий, да? Это та самая, которую мы хотели посмотреть, подумали, что она, возможно, будет для тебя вырвана из контекста чуть-чуть. Ничего страшного. Но just enjoy. Мы просто смотрим серию? Клево. Она ищет вещества? Да, и хочет сварить. Ну, все понятно, да. У нее было много, она должна была продать. О, блин, я не могу это смотреть, Таня. Можно выключить? Мне это хуже хорроров, реально. Просто. Вот я, вот честно, я вот не могу такое смотреть, потому что хорроры... То есть хоррор ты меня заставил смотреть, да? Не-не-не, ну ладно, не выключи, не выключи. Когда я сказал выключи, это, конечно, было преувеличение. Я просто объясняю. Когда я смотрю хорроры, я понимаю, что это сказка, мифы, легенды. Я слома читал в детстве эти мифы и легенды Древней Греции. Когда я смотрю это, я такой... Пи***ц. А, и там же еще есть Хантер Шафер, девушка, которая реально прошла через переход, смену пола. Так. И она там играет, собственно, соответствующего персонажа, ну, то есть девушку, которая как бы проходит транс-переход, да. И просто как это круто, что, во-первых, никто никого не изображает, ну, что вот, знаешь, когда, типа, на роль транса просто берут сразу девушку. И, ну, как бы, нет, ты не можешь ее играть. Да-да-да. И сложности, и она все это знает. И ты поэтому так веришь. Да, и при этом это не потому, что, типа, это надо рассказать, а потому что это максимально аутентично, опять же, в этом сериале. Потому что это, ну, как бы, это то, что случается с людьми. Да. И в Sex Education чуть-чуть перекручивают это, как будто в такую, в некую комедию. А здесь это прям... Ну, понятно, да, потому что жанр. True life. Ага. Я могу включать? Давай. О, боже. Так, ну, это снова Роберт Эггерс, Ведьма. Помнишь, мы смотрели? Его же фильм. Его же фильм, да. Маяк. Теперь Маяк. Двое смотрители Маяка живут на крош... Крох... Крош... 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 Сходит с ума. Они сходят с ума. И причём вообще... Ну... Как бы... Знаешь, они сходят с ума по всем мифам. Да? Роберт Эггерс любит мифы, вот как с Ведьмой. Тут просто. Тут главный смотритель Маяка это отцовская фигура. Маяк... Ну... Ты, наверное, знаешь, что такое Маяк. На что может быть похож Маяк? Фаллас? все верно да правда да да ну тут много значения на самом деле этого маяка это и фаос и человеческая такая гордыня знаешь это маяк вот я могу над природой значит этим своим маяком ты как-то очень классно видишь все эти слои потому что я часто когда смотрю арт-хаус я просто вижу набор странных кадров потому что вот он шел ему начал светить фонарь в лицо идут вдруг оказывается за ними сидит какой-то мужчина и он голый а ты понимаешь что это посейдон бог моря они в море и вот это ему все кажется вот эта динамика очень странная как они себя ведут да это на самом деле отсылка к кинематографу двадцатых тридцатых и к авангардному кинематографу вот эти тени свет вот эти очень странные планы такие там какой-то луис бюнель вот андалузский пес вот это все оттуда вот такая вот штука ну прикольно на самом деле мне знаешь что хочется понять какой момент жизни ты это все посмотрел и теперь ты все это знаешь а я чувствую себя дурой наверное ты заработала деньги работала такой так и теперь я посмотрю всю дискографию всю всю фильмографию там кого-то возможно я постепенно вот 32 начинаю приходить к тому что я готова смотря фильм поставить на паузу загуглить что это все значило и как будто это уже начинает меня не раздражать а я чувствую это как будто бы образованием таким культурологическим я как будто бы получаю художественное образование я типа начинаю считывать смысл и потому что потом следующий раз если где-то появится женщина с головой паука я уже буду знать что это некая паутина склеп какой-то куда ты не хочешь плести ну знаешь что здесь прикольно здесь прикольно что ты можешь на это смотреть и как на просто бенефис роберта паттинсона вообще отдельная история про то как а24 открывают уже открытые имена они как будто заново переосмысляют уже известных на роберт паттинсон меня просто покорил фильмах а24 ты же помнишь что он как раз тогда снимался в сумерках и как будто очень переживал еще было седриком гарри поттере да то есть абсолютно такой глянцевый как бы типа ну не не умный как бы актер казалось но после сумерек вообще ну репутация могла его как умного человека умереть и он во всех интервью периодически как бы говорил что но но как будто я больше и очень же долго он шел вот к художественному какому-то еще другому кино где у него другие роли и я посмотрела два фильма хорошее время и ровер и в ровере я его не узнала я думала что хорошее время это просто гениальный фильм тоже вот когда братьев савди то же самое можно сказать про дэниела редклиффа который как бы вечный гарри поттер и тут он вдруг становится он играет труп с метеоризмом короче типа многофункциональный труп с метеоризмом это вот так можно сказать человек швейцарский нож у него там заплывший глаз у него совершенно другие движения все это от него вообще этого не ожидал и случае с человеком швейцарским ножом кажется как будто бы это несколько даже пародия на дэниела редклиффа как будто бы типа они сами угорают над тем что он как бы все равно остается чуть-чуть гарри поттером слишком сильный бренд и от этого этот фильм становится не менее классно собой чуть-чуть да 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 и мне еще очень понравилась история возвращения брэндона фрейзера который был известен по тарзану а по мумии и он надолго пропал у этого есть история есть такой мужчина филипп берг он бывший президент голливудской ассоциации иностранной прессы и брэндон фрейзер сказал что филипп берг ему приставал и обвинил его в сексуальном насилии сделал это открыто и после этого его заканцилили как бы отсюда такое вот совпадение это было то время когда канцилили не за то что тебе не за то что ты кому-то приставал а за то что ты высказался против кого-то это очень на самом деле грустная история потому что его как бы в блэк листы добавили вообще все он перестал сниматься плюс еще к этому у него был сложный психологический вообще процесс в голове то есть ему нужно было как-то все переварить я еще напомню что брэндон фрейзер 90-х того брэндона фрейзера которого я знаю это секс символ того он был на уровне ну вот этих вот всех условных сильвестров сталона и так далее такой новый крутой секс символ возможно поэтому он подвергся сексуальному насилию он абсолютно не виноват я имею ввиду что почему мне эта история тоже качестве кажется трагической потому что он ну со временем за эти годы он ну потерял форму типа он потерял вот это вот видимо веру в себя скорее даже не суть не в форме знаешь как бы ну ну да и вот он рассказывал грустные истории о том как ему в этот период приходилось тяжело и были попытки что-то играть но очень грустные попытки и вдруг а24 его приглашает на фильм кит и он там играет главную роль вот такого большого мужчину для которого во первых он сам набирал вес и плюс еще накладывали дополнительный грим который вы наверняка видели в каких-нибудь релзах потому что это феноменально все выглядит 270 килограмм он там весил и он забирает оскар за лучшую мужскую роль и он плачет о боже и когда у них премьера по моему на венецианском фестивале я бы знал аплодирует шесть минут я просто перемотать потому что у него вот каждая слезка на такая настоящая у него снова жизнь вот вся эта правда вернулась и надо сказать что такое ощущение было что он плакал примерно каждую премьеру где люди ему отдавали дань уважения но в целом его можно понять хотел рассказать про тандемы потому что тандемы у а24 это тоже наших такая важная деталь они могут быть родственниками как братья савди это могут быть друзья как дэнилсы которые сняли все везде и сразу мой любимый или это могут быть тандемы творческие как например сирша ронан и режиссер грета режиссерка грета грек и режиссерка грета гервик и режиссерка грета гервик леди бёрд это офигенный фильм такая ну мне кажется я не знаю можно ли так сказать что это типа крутейший вот женский фильм как бы вот в каком-то ну смысле и конечно круто что потом грета гервик показала что она типа большой режиссер когда сняла сейчас барби с невероятными какими да получается что для греты которого сейчас стал одной из главных режиссерок вообще мировых и между прочим весь год конкурирует с но ноланом ну в целом да ну даже не в целом и она уже конкурирует с ноланом и как бы начиналось все оттуда мне очень нравится вообще как они дают этот вот старт из-за того что они не так сильно парятся какие будут кассовые сборы и вот это вот все из-за того что у них есть вот это вот там да будет просто авторский фильм ничего они как бы чуть больше свободы дают и они же дали режиссерский дебют бо бёрному один из моих любимых стендап комиков фильм отстой я так не думаю да ты что ну ладно школьные разборки какие-то вот эти вот кто кому что сказал офигенно окей ну короче просто после этого он выпустил свой стендап который он снимал во время пандемии и он вышел на нетфликсе но стендап шедевральничек просто он один узнать такой вайб калинкина чуть-чуть вот один парень который умеет петь писать музыку шутить он просто заперся у себя в доме ну довольно депрессивно да и он размышляет над тем как ему тяжело как из этого выбираться над миром и это просто нахрен шедевр как ни странно но смысле это очевидно потому что мы романтизируем сейчас а24 мы про них классно рассказываем но у них есть плохие фильмы и это отрезвляет но то есть не бывает такого что все очень хорошо получается и у создателей все везде и сразу есть плохие фильмы все тогда но они их старательно как мы уже говорили как-то у них маркетинг не такой мощный но нам-то пришлось их посмотреть это правда у меня есть несколько для тебя фильмов которые я не советую но а ты какие смотрел ты смотрел элитное общество я смотрел у этого фильма какая награда как она называется пальмовая кость подожди пальмовая собака пальмовая собака пальмовая кость не пальмовая ветвь пальмовая собака и да это фильм про подростков которые грабят дома знаменитости и там играет перис hjilton точнее гардеробная подожди там играет ма уатсон там играет ма уатсон это была попытка ему уатсон как и дэниэл рэдклифф показать что-то другое но не получилось есть еще фильм лес самоубийц который я не советую тебя смотреть. Да, что-то вы его все ругали. Я не смогла его найти. Это фильм, в котором сочетается все самое худшее, что могут делать А24 и все самое худшее, что может делать один из моих любимых режиссеров студенчества, Гас Ван Сен. Ну и, собственно, это фильм очень медитативный. Прямо про лес самоубийств в Японии. Медитативный фильм про то, как европейский чувак приезжает в лес самоубийств, встречает там японца, который тоже собирается, самоубийца. Слушай, Логан Пол извинялся лет пять за то, что он съездил в этот лес. Да, это, короче, это жуть. Дальше. Бивень. Бивень — это другой фильм, который я очень хотел, думал, что он классный, хотел посмотреть. Это фильм Кевина Смита. Если что, Кевин Смит — это тоже герой моего детства. Джей Молчаливый Боб. Клерки, может быть. Ну, вот. Это такое возвращение Кевина Смита. Но в данном случае получилось, что этот фильм был хорошей терапией для Кевина Смита и плохим фильмом для зрителя, типа меня. Самое сложное в подготовке этого выпуска для меня было смотреть гребаные хорроры. Есть же кошмарные сны. Да, посмотрите их. Посмотрите их. Я, когда смотрю эти фильмы, я такой «Ладно, хорошо». И я это делаю добровольно. Но иногда, вот в случае с Бивнем, меня это даже веселило. История такая. Подкастер приезжает в Канаду искать чувака, которому отрезал ногу катаной. Не находит, расстраивается. Но находит странного старика на инвалидном кресле, который оказывается моряком. И который считает моржей, моржа, высшим существом на земле. Ну, на свете. Почему? Потому что когда-то он потерпел кораблекрушение. И его спас морж. Приняв его за, ну, типа, сородича. И дальше вот что происходит. Дальше... Я ухожу дальше со свидания. Во что происходит в этот момент? Да. Худшие фильмы для свиданий. Часть первая. Потом он заснет. Потому что ему станет не очень хорошо. Проснется наш подкастер, главный герой, с отрезанной ногой. А этот вот старик будет пытаться воссоздать в нем моржа. Мотай. Ой, на Джонни Деппу тут похож. Это не Джонни Депп? Нет. А, да, это Джонни Депп. Это Джонни Депп. Это был Джонни Депп? Да, это был Джонни Депп. Депп твою мать. Подожди, что случилось? Не, ну, я не знаю. Мне очень не нравится этот фильм. Да? Правда? Ты мне решил ужастики показывать реально? Ну, еще один. Мы же по ужастикам должны были сейчас. А-ха! История, которую вы сейчас услышите, проста как день, но черна как ночь. Это Элизабет. И ее чемодан весом ровно в 22 килограмма 990 граммово избежания перевеса в аэропорту. Элизабет появляется на пороге своего отеля ровно в 14.00. Достает паспорт из чехла для паспорта, и тут все рушится. Произошла какая-то ошибка. Ваша бронь аннулирована. Все хорошо, все хорошо. Так в жизни не бывает. Так в жизни не бывает. Как хорошо, что в жизни для бронирования гостиниц по России есть сервис Отелла от 2GIS, который спасет от таких ситуаций и гарантирует безопасное и спокойное заселение в отель. У ребят отменная служба поддержки, которая работает 24 на 7. И если вдруг у вас возник какой-то вопрос с отелем, вы можете просто позвонить им или написать в чат в Телеграме, и Отелла решат ваш вопрос максимально быстро и заботливо. Ну а специально для вас они сделали промокод DECODERS, который я держу сейчас на ладошке, скриньте пока, и он даст скидку 10% на первое ваше бронирование, и в описании я оставлю ссылку, чтобы скачать приложение. Сделайте это прямо после просмотра, потому что точно пригодится. Ну а мы возвращаемся в мир кино. Есть три большие темы, которые, мне кажется, сильно выделяют фильм А24 из всего того, что происходит в киноиндустрии. Так. Первое, это, наверное, самое удивительное, это то, что это фильм-метафора. Это типа фильм-загадка. Да, но всегда там что-то значит. Это надо еще погуглить, посидеть, что режиссер имел в виду. Второе, это пересмысление хоррора. Ну, мы посмотрели много хорроров. О, да, я ненавижу хорроры. Я ненавижу хорроры. Я не знаю, говорила ли я в этом выпуске это уже, но я скажу еще раз. Я ненавижу хорроры. Ну, надо сказать, что у А24 совсем другие хорроры. Ну, в том смысле, что они, если честно, даже, возможно, более неприятные, чем обычные хорроры. Ну, правда. Смотрите. «Ведьма», «Солнцестояние», «Маяк». Эти все фильмы, ну, они даже выделяются в определенный поджанр. То есть, А24 даже в каком-то смысле изобрели новый жанр хорроров. Какой? «Слоу-бернер». То есть, это хорроры, в которых происходит, как бы, то, что происходит, это не постоянная пугалка. Знаешь, вот тебя не пугают все время какими-то там призраками и так далее, а тебя постепенно тебе делают неприятно. Блин, я люблю, да, вот классно такое в кино посмотреть вот в пятницу вечером под бокальчик белого сухого, вот что бы тебе прям делали неприятно. Но в целом, конечно, и даже, ну, в каком-то смысле побудь в моей шкуре, это не просто хорроры в смысле того, что мы сейчас вас будем пугать, а это обязательно какой-то кошмар и ужас, который идет от чего-то человеческого. Мне кажется, как будто бы это вообще как бы задействует другие части мозга, как будто бы когда ты смотришь условный блокбастер, тебя просто развлекают, ты на американских горках, а тут ты типа как, ну, условно, книгу читаешь. Ну, или в театр ходишь, да. И вот, просто возвращаясь к хоррорам, например, сонсостояние, да, сонсостояние тоже не про какую-то секту, ну, и в конце там умирает, значит, парень, бывший парень девушки. Нет, это у девушки сложные отношения, у нее депрессия, ее бросают, она вот в этом всем попадает в очень странное пространство и странное обстоятельство. И она попадает в эти странные обстоятельства в целом, помните, первая штука, это метафора, да, ну, как бы это, это вот головоломка, что с ней вообще внутри происходит. Ну, ее мы красиво превратили в сонсостояние, секту, жертвоприношение и все такое прочее. Короче, как будто вот очень много глянцевого сейчас и очень много светской жизни, до которой ты не можешь дотянуться и при этом тебе ее все время продают. Да. Ламборгини, ламборгини, ламборгини. И поэтому очень классно, когда ты можешь просто посмотреть на людей, похожих на тебя, которые падают со скейта, которые ходят в магазины, и это как будто чуть-чуть другой вектор внимания на реальных людей, на реальную жизнь, без глянца, без лоска. Вот, типа, вот, такие истории случаются, и поэтому во все везде сразу это прачечное, они добавляют в это киношности, но это все истории людей. Ну, вот, третий пункт, он как раз про истории людей. Третий пункт это то, что А24 рассказывает истории про очень разных людей. У них сюжет крутится вокруг, ну, условно, например, девушки, которая мигрантка из Китая, это не все везде и сразу, это фильм называется «Прощание». И это просто прекраснейший фильм, потому что, ну, вот я вам сейчас расскажу, и это будет звучать, конечно, не как прекраснейший фильм. Вот, ну, просто представьте, вот девушка, еще не востребованная писательница в Бруклине, в Нью-Йорке, и она, ну, такая достаточно, короче, грустненькая, ходит по улицам, и выясняется, что ее бабушка в Китае больна раком четвертой степени, рак легких. И что делают обычно люди в этот момент близкие, они, не знаю, там, звонят, приезжают, ну, что, правильно, все так. Но оказывается, что в Китае есть традиция не рассказывать родственникам, пожилым, что они, например, неизлечимо больны. Такая вот традиция. И это, действительно так. И фильм начинается, знаешь, с чего? Фильм начинается с того, что этот фильм основан на большой лжи. Потому что обычно же фильм основан на реальных событиях, а тут на большой лжи. И, значит, семья хочет все равно перед тем, перед прощанием, ну, в качестве прощания с бабушкой как-то с ней встретиться. И они придумывают фейковую свадьбу племянника, на которой все будут, которая будет в Китае происходить. Они туда приезжают, и наша главная героиня Билли, кстати, рэперша и актриса Аквафина, но неважно. Кстати, от слова awkward, мне даже вчера еще сказал. Аквафина. Ну, короче, рандомные факты в студии. Но она все время, пока они находятся в Китае, хочет бабушке рассказать о том, что она больна. И в какой-то момент они разговаривают, по-моему, со своим дядей. И дядей говорит, ты не понимаешь, у тебя индивидуалистическое сознание, ты перенесешь ответственность за свои переживания на бабушку. А мы, у нас коллективистский разум, мы себе эту ответственность оставим. И, типа, ты такой, я об этом не думал. Но, ну, и, но, не знаю, стоит ли рассказывать конец, ладно, вы все равно не посмотрите этот фильм. Этот фильм посмотрел только я. Представьте себе, в конце Билли, короче, заплаканное улетает из Китая. Ну, все, бабушкой прощаются, да? Это вообще очень трогательный фильм. Они там все очень переживают по-разному. И потом титры. Нам показывают какое-то видео, такое домашней камерой, и написано, что человек, на основе которого создана эта бабушка, до сих пор жив. То есть, как, ну, то есть, ты вот все это время думаешь, а может быть, действительно, то, что ей не сказали, она решила, потому что она там все время делает дыхательную гимнастику, все такое, ты думаешь, может быть, может быть, действительно, если человеку не говорить, что он умрет, особенно пожилому, может быть, он и не будет собираться умереть. Понимаешь? Это же болезнь, ее нужно лечить. Ну, я понимаю, это же, в этом-то и есть весь прикол. Конечно же, ее нужно лечить, да, камон, ребят, если что, все болезни, нужно лечить, ходить в больницу, и все такое проще. Но ты как бы погружаешься в какую-то другую культуру, и ты не думаешь о человеке другой расы, как о квоте в кино. А, потому что в этом есть мысль, история, культурная особенность, и логичное объяснение, почему это про них. И ты реально, у тебя, тебя это все держит, ты находишь какие-то параллели со своей культурой тоже. Короче, вот именно таким образом, вот из-за всех этих трех особенностей, фильм «Головоломка», совершенно другой подход к хоррору и вообще человеческой трагедии, и третий способ показать абсолютно разных людей, А24, мне кажется, и стали вот этой студией, про которую хочется рассказывать. Я, знаешь, еще что думаю, что они сами очень человечные. Они из-за того, что они еще пока не превратились в огромную корпорацию, в которой 60 юристов принимают решение о том, какого мы артиста возьмем, на какую роль, а из-за того, что у них у самих до сих пор какой-то хаотичный офис с людьми, которые не всегда уверены в своих решениях, ну и типа вот такие взлохмоченные, и про них просто все, кто говорит об этой компании из актеров, режиссеров, все говорят про то, что типа они просто чувствуют классно, они иногда ошибаются, они обычные ребята, мы заказываем пиццу пожрать, ну типа они как будто до сих пор очень чувствуют землю. Короче, знаешь, вот это тот момент, когда ты начинаешь смотреть фильм, и все понятно, что у нас вообще здесь происходит. У нас с самого начала нам показывают жизнь, на самом деле, обычного человека сегодня. В миллионе информации, в шуме, это бесконечно заполненная квартира всем мусором, и это настолько сильно отзывается, если ты начинаешь это чувствовать, что вот это Мишель Йо, ну которая, собственно, Мишель Йо, это велик... Мишель Йо, извини. Да, да. Мишель Йо, она известнейшая актриса кунг-фу боевиков. Да ты что? Да, да. А на самом деле, Дэниелы, это режиссеры, они выступают под общим седонимом Дэниелы, сначала писали сценарий для Джеки Чана, потому что здесь много драчек, ну мы еще не сказали про это, и вот Джеки Чан не получилось, и получилось еще круче, потому что женская фигура, ну согласись, прикольнее. Ну слушай, вообще, кстати, азиатская женская фигура, которая очень круто умеет драться, это уже поп-культурный образ. Ну и у нас есть ее дочка с ее партнеркой, которая, которую не понимает семья. Традиционная семья не понимает, не принимает, и дальше начинается матрица. Реально все везде, и сразу называют современной матрицей. Вот знаешь, вышло же четвертое... Вообще-то да, потому что, помнишь, после матрицы было ощущение, что ты неправильно видел мир, что на самом деле все по-другому, глубже, и ты ходил и присматривался к каждой ручке, типа, она настоящая или нет. И как будто вот все везде и сразу, они как раз закладывают такую почву, под которой ты выходишь из кинотеатра, и такой, а так ли оно все? А ты такой, в какой я мультивселенной? Потому что это фильм, на самом деле, про мультивселенную. А вдруг есть какая-то мультивселенная, в которой я с пальцами-сосисками. Да-да-да. И, ну, что здесь происходит? Здесь происходит, с одной стороны, как это тоже часто в фильмах А24, это большущая метафора проблемы в семье, невозможности найти любовь очень близких людей, мамы и дочки. И в какой-то момент Дэниэлы доводят это до такого масштаба. Они говорят, теперь дочка, из-за того, что ты, мама, ее так не поняла, стала вселенским злом. И из-за этого вселенского зла будут уничтожены все мультивселенные. Что здесь прикольно, что в отличие от «Матрицы», которая была в 99-м году, и в «Матрице», ну, ты мог победить зло драками, войной. Ну, ты, ты как бы, в тебя зло стреляет пулями, ты такой, и пули летят в зло. Здесь все по-другому, потому что побеждают все объятиями, здесь вместо пуль глазки, которые приклеиваются к этим, врагам ее на все... Ну, короче, это другой подход. Через добро? Типа через добро, да. Потому что все победит любовь. Что все победит любовь. И, казалось бы, ничего такого особенного в этой мысли, но сегодня она довольно удивительная. Вообще, кстати, вот все везде и сразу уже все обсудили, очень много про все везде и сразу информации. Это правда. Расскажи что-то, что мы еще не знали. Ну, окей. Не заметили. Моя любимая часть это примерно такая. С самого начала мы видим вот эти вот глазки, которые клеятся там, ну, везде. Вот. И эти глазки клеит муж Эвелин Вон. Типа прикольно. Ну, типа он такой, знаешь, немножечко, ну, он милый. Просто... Да-да-да. И он часто клеит эти глазки, например, на мешки с вещами. Ну, это же прачечная, правильно? И эти мешки с вещами, они ощущаются как огромные камни, знаешь, как валуны, которые вот сизиф тащат на гору этот валун. Вот. А24 очень часто про мифологию, про вот, ну, связь вот с этими мифами и легендами. И, в общем, этот вот Эвелин, это вот тот самый сизиф, который тащит камень на гору и никогда его не притащит, потому что это полный ад. Но, когда... Все, что ты можешь сделать в этой жизни, это приклеить на этот валун глазки и, типа, они... Все уже станет веселее. Ну, чуть-чуть. Ну, типа такого. Я еще хотел сказать, что Дэниэла вообще, ну, кроме того, что они сняли тот самый человек-швейцарский нож, они еще... Вообще, до этого всего они клипмейкеры. Именно поэтому это настолько динамичный фильм. Поэтому его не могут смотреть люди, которые такие, я хочу просто фильм. Тут каждую секунду, ну, такая динамика. Кстати, если что, мы видим, как происходит как раз лучшее, что делала Мишель ее в своей кинокарьере. Она офигенно дерется. И я хочу сказать, что она дерется, не знаешь, как в этих франшизах, когда постоянно кат-кат-кат-кат-кат. А она прям дерется по-настоящему, сама. Ну, тут есть хореография мощнейшая. И это очень круто. Происходит адский ад, и муж Эвелин из разных мультивселенных, в разных вселенных, говорит этот монолог. Это еще тоже очень круто, что это монолог как бы одного человека, но это как будто бы разноголосие такое. Вот. Ну, это еще же, наверное, мысль о том, что он во всех своих ипостасях так считает. Да, да. Что это что-то центральное в его личности. Уже слишком плазно быть доброй. Не говори так. Боже, это очень круто. Ну, потому что никогда не плазно, типа. Прошу, будь добрее. Особенно, когда не понимаешь, что происходит. Я знаю, что ты считаешь себя бойцом. И я тоже боец. Просто я сражаюсь совершенно иначе. Можно салфеточку человеку? Спасибо большое. Я плакал на каждом фильме о 24. Да? Ну, на многих. Даже на Горе Творце. На Горе Творце. Я плакал от Кринжа. Я плакал на Мунлайте, на Возвращении, на Свидетеле. Я плакал на... Ладно. Вот, смотри, какая крутая история. Коридор. И выходит Джобу Тупаки. Это вселенское зло. Но это, на самом деле, это дочка Эвелин. И мы еще... Вот это первый раз, когда мы ее видим. Мы, если смотрим фильм первый раз, мы никогда не будем... Мы не сразу понимаем, что это дочка. И она выглядит... Сначала она выглядит, как Элвис Пресли. И дальше... Сейчас будет очень смешно. Она говорит, как это я не могу быть здесь? В смысле, я не могу? Или ты мне запрещаешь? Ты понимаешь? Или мне запрещено быть здесь? Да, нет, я правда не уверена, что этот фильм для всех. Ну, наверное, наверное. Ну, типа, знаешь, по поводу Матрицы, как будто, по крайней мере, первый. Ни у кого не было никаких споров. Это гениально все. Whatever. Ну, все похлопали, разошлись. Я не помню каких-то дискуссий, знаешь. Это, кстати, тоже из Матрицы. Да, да. А когда они дерутся резиновыми фалосами, но не каждый человек готов поднять этот юмор, правда. Ну, я согласен. С другой стороны, какая разница? Ну, фалос, не фалос. Хороший мой, ты прошел долгий путь, чтобы так размышлять. Господа, перед вами лежит мерч, который запустили гениальные маркетологи в студии А24. Вот, например, свеча в виде анальной пробки. А это фильм все везде и сразу. Да, с подписи аудитор месяца. Вот, пожалуйста, она внутри кадра. Или, или, как вам, например, сосисочные перчатки. Я считаю, вот я бы мечтала про их мерч. Или вот, например, лего-человечки из Spring Breakers. Ну, вот, к сожалению, мы не нашли стеклянный бонг в виде автомата. Ну, как к сожалению. в России в целом, возможно, эту картинку просто забанили. Я и в американском гугле искала, но не нашла. Вот из Солнцестояния Вигвам, если вы смотрели это финалочка, в этом Вигваме, собственно, происходит жертвоприношение одного из старостепенных героев. и у нас это такое прекрасное, как сказать, вот эту штуку там разжигают, и оттуда идет дымок такой красивый. Реально? Да. Какая жесть. Ну, очень, очень красиво. Вот это хорошее тоже. Это Маяк. Да, это фильм Маяк. Просто почему мы обо всем этом рассказываем, потому что, ну, где вы видели, чтобы для хоррора делали мерчендайз в виде масла для бороды? Потому что у нас есть главные актеры Вильям Дефо и Роберт Паттинсон, они там такие бородатые, смотритель Маяка и помощник смотрителя Маяка, и, ну, конечно же, им и зрителям этого кино понадобится вот такое масло для бороды. Они знают свою целевую аудиторию. Между прочим, очень нравится еще проект, когда они сделали свечки с ароматом разных жанров в кино, типа сай-фай, ром-ком и мюзиклы. И вообще у них очень много ерунды. Вот этот вот камень, который я смогла, я могу. Камень с глазками, который они на полном серьезе распродали вообще, скорее всего, очень быстро, потому что я мечтала бы. А, они же еще заводили тиндер из фильма Экс Макина, вот, скрин, мы, как обычно, печатаем скрины своих телефонов. Короче, это тиндер-аккаунт для главной героини Экс Макина, она там, по идее, играет такую, ну, как искусственный интеллект в... И, короче, они сделали ее тиндер, и от ее имени переписывали с людьми. И как бы ей они об этом не сообщали. Вот это меня в них просто шокирует. Понятно, что это было еще там м-ное количество лет назад, но, типа, они не спрашивали разрешения на публикацию ее фотографий, они просто откуда-то нагуглили, его взяли и завели тиндер. Мне очень нравится их принцип того времени, что ты, типа, не проси разрешения, а проси прощения. Вот. И в целом... Они так, как будто бы, и делали реально. Я еще читала в их интервью, что когда они завели этот тиндер, во-первых, это было, естественно, очень эффектно, и твиттер, когда они завели, это тоже было очень эффектно. Они, когда вышел фильм «Комната», напомню, про девушку, которая сидит в плену и воспитывает там ребенка, который никогда не видел свет, они такие, ну что, тиндер, будем ей делать? И они такие, ноу! Они еще тогда из-за человека швейцарского... Из-за фильма «Человек и швейцарские ножи» они еще отправляли бутылки с надписями «Привет, мне скучно, и я мертвая. Отправь смс с текстом SOS на номер 25827». Ну, такое развлечение. Но вообще, кстати, «Человек и швейцарский нож» меня поразил. Это полная ересь. Ты сначала смотришь, просто там найден труп, который умеет пухать так сильно, что можно на нем было спастись с заброшенного острова и уплыть очень далеко. Это просто начало фильма. Просто в этот момент вот я, как поколение MTV, которое на BBC Батхеде росло, я такой... Да! Да. Но потом, это же гениальное кино про как будто бы взросление вообще. Ну, то есть он вот с ничего как бы появляется на свет, его всему учат, он более-менее оживает, научится влюбляться, мастурбировать, что-то там себе, еду какую-то готовить. Это так круто просто. И потом это снова выкручивается в другую историю уже. Просто у них много историй про взросление. Вот середина 90-х про этого мальчика-скейтера, Леди Бёрд, про девочку-подростку. Мунлайт, да. Но потом, когда я поняла, что человек «Швейцарский нож» «Пухающего трупа» это тоже история взросления, я думаю, вау, окей. Из очень концептуального они еще открыли магазин в честь фильма «История призрака», где продавались только простыни. И там была такая, что типа пугающая атмосфера, везде разбросаны были записки, пришло время отпустить. Но вообще мне кажется, что это гениально, потому что как будто бы очень часто есть ощущение, что что-то, ну, есть такое рядом. Что за зуббол? Кажется, нужен какой-то вывод, да? Знаешь, какой вопрос у меня есть все-таки? Типа, сделали ли они революцию? Это странно, да? Вот мы такие, ну, слушайте, ну, это наконец-то мы про что-то реальное, реальные эмоции, настоящие. Мне кажется, это эволюция. Я не могу сказать, что они, во-первых, стерли все, что было до этого, и такие, типа, так, отмена по Супермену, Галя, и они как будто бы предложили просто свое видение. Ну, ты не обязан их смотреть, просто в этом есть много классного, но мне кажется, это такая ветка эволюции. Мне кажется, что они совершили, вот где они точно революцию совершили, это в маркетинге, потому что они стали доставать прямо из кино пропсы, вот эти вот какие-то предметы киношные, и как бы эту вселенную превращать в более реальные, потому что обычно, ну, что такое мерч? Это футболки, условно говоря, там, постеры, афиши, да, а у них это часто какой-нибудь предмет из фильма или еще что-то. Да, да, это можешь дома поставить. И вот то, что ты говоришь про реальность, оно вот все ровно такое, это как бы твоя реальность, и оно как бы тебя снова приближает к этим фильмам. Если резюмируя, они правда сделали кино снова интересным. Расскажи еще, что в ближайшее время у них будет из релизов? Ну, смотри, там есть три фильма, которые я жду. Я просто только помню, что там что-то с Николасом Кейджем, и все, большой счет. Это сценарий мечты называется, Dream Scenario, сценарий, я не знаю, как это по-английски, но, короче, это фильм, в котором Николас Кейдж это человек, который появляется во сне каждого человека на земле. Это круто. Вторая история, которую я очень жду, это братья Савди. Обязательно посмотрите «Хорошее время», это гениальный фильм, и именно поэтому я жду сериал «Проклятье», это сериал, снятый братьями Савди, в котором играет мой любимый канадский комик Нейтан Филдер и Эмма Стоун. И я такой, братья Савди, Нейтан Филдер, Эмма Стоун, что происходит? И они, это сериал о паре, которые делают телешоу, потому что Нейтан Филдер обожает мета, чтобы телешоу про телешоу и так далее. Вот, и в какой-то момент они думают, что их прокляли. Почему? Потому что это А24, правильно? А24 и проклятье обязательно. на в какой-то момент. Вот. Я думаю, что это будет круто. И третий фильм, который я жду, это «Проблемиста» с Тильдой Суинтон и тем самым комиком, как, как, я просто боюсь. Холио Торрес? Холио Торрес, да. Который рассказывал про любимые фигуры свои, типа, это квадрат. Короче, я думаю, что это будет не очень хороший фильм, но я думаю, что это будет один из моих любимых фильмов. Элорди, Элорди, Элорди. Не, не, на самом деле я специально выкинул этот фильм, потому что... Ты выкинул фильм с Нейтаном из-за эйфории? А подождите, у нас скандал, потому что, Даня, рассказывай про ближайшие релизы А24, просто не рассказал мне, что будет фильм, где Нейтан из-за эйфории играет Элвиса Пресли. София Коппола, жена, про жену Элвиса Пресли, этот трейлер выглядит, к сожалению, жутко скучно. Но! Элорди. Элорди. Я не смотрел Эйфорию, простите. Пока что. Пока что. Но вообще я смотрел уже. По хронометражу я уже смотрел. Мы вообще сделали список для вас из всего, что мы посмотрели, что мы прямо очень советуем посмотреть, потому что это круто. И мы его постарались разбить на поджанры, такие, типа, если вам нравятся хорроры, вот, пожалуйста, если вам не нравится хоррор, чтобы туда не попасть случайно, вот другая категория. И я оставлю его в описании по ссылке, чтобы вы могли себе раскрасить каникулы, выходные. На самом деле, можно вот чуть-чуть подрасслабиться и просто каждый вечер смотреть какой-нибудь фильмец вместо Ютуба. просто включите на фоне фильм. У меня, я в какой-то момент, ну, так как мы готовились, у меня было такое сакральное ощущение от фильма, что не могу его смотреть на фоне, типа, нельзя. Я так скажу, ничего страшного. Лучше на фоне, чем никогда. Потому что, скорее всего, вы никогда его не посмотрите. Go deep! Да, да, абсолютно точно. И не бойтесь смотреть на фоне со скоростью 2, со скоростью 3, смотреть два фильма одновременно. Вы все равно офигенно, как проведете время. Ну и не бойтесь смотреть на скорости 1 и расслабиться на медленных кадрах и подумать, а куда это я больно так спешу? С вами была Таня Старикова, Даня Трабун и шоу The Quadders. Я забыл кое-что рассказать тебе. Что? Я забыл рассказать про фильм «Ведьма». Там, короче, у них всех, на самом деле, галлюцинации от спорыньи. Типа, там козел, значит, потом, значит, они борются. И это... Куда? Подожди, подожди. Я водички хотела. Я в эту камеру, да, могу? Когда Роберта Эйгерта спросили про то, как была сделана ведьма, потому что финалы, кто отравился кукурузой. Давай я сценарий пока сберу. Мы свет можем выключить, мне кажется, уже, нет? Связана вот эта пара друзей в Сан-Франциско. На самом деле, это еще не все. Это еще не... Все хорошо. Все в порядке, все мы сняли, отлично все было. Все хорошо. Все хорошо.